Друзья, начинаем очередной фильм. Можно и пятая серия, шестая, седьмая, там потом прочтете какая. Это для того, чтобы идентифицировать и найти все остальные. Давайте-ка посмотрим, в чем дело. Итак, у меня есть специальная серия для новичков, для студентов, для школьников, то есть для детей получается. А новичок, это может быть 10 лет, 20, 30, 40, 50, 60 и 70. У меня есть много уже учеников, последователей, многие стали моими друзьями, им по 70 лет, а они только собираются садить в сады. Скажите, а почему они за сих пор их не посадили? Что здесь особенно? Прошел на рынок, купил, посадил. Хрен вам! Я уже злюсь, уже не знаю как. Рынок весь, это дикий, дичайший лохотрон, невероятный, невиданный, незамечаемый властями, всеми. А вы знаете, что однажды было как? Однажды кто-то из моих друзей, вот эти мои проклятия услышал, и вместо меня, вот, насылаясь на меня, написал заявление, проверьте, что творится на рынках. Они проверяют. Результаты нулевой рынок, это же что? Вот, это же не просто лохотрон, это выгодные лохотроны. Вот, и однажды пришел ко мне участковый и сказал, напишите объяснительную. Не, мне ничем не обвиняли. Ну, написал, ну, что, сейчас пусть это объяснительная по всей стране начнутся проверки, аресты, потому что миллиард это уходит, а результаты нулевой. Вот, взамен миллиардов денег, ни яблочек, ни слип, ничего. Да, у нас очень жесткий климат, и мы должны менять всю агротехнику. Менять ее никто не собирается. Ненависть к нижним веткам, ненависть к упавшей листью, причем ненависть к муравьям, я не привлечу. Именно ненависть. А иначе зачем заставляют винистажать? Винистажают винистажать верхний слой почвы вместе с этими самыми червями, вместе с этим, со всеми подземным царством, так можно назвать, бактериями и прочим. Вот. Саженцы с юга. Почему с юга? Ищу агротехнику с юга. Ну что, будем продолжать после этих моих проклятий? На чем мы остановились? А вот это, помните, это была фотография, один из моих ярких примеров, как ветка-ветка рознь, значит, почки, из которых они выросли, все идет от почки, тоже рознь. Можно стойки, не можно стойки, это тоже один из способов селекции, называется селекционное клонирование железа. Не вмешательство в генетику, оставьте меня в покое. Вот. Не выдумывайте за меня и не вешайте на меня руки. Вегетативная гибелизация, да, это вмешательство в генетику. С Чарльза Дарвина пошло, а он оказался не авторитет. Почему? Потому что у нас в Советском Союзе, советские ученые, это не могут никак, они следовать этим примерам, не могут. Вот. Помните, карлыки, весь манист, организм, ах, вот, муха-дрозофила, ху, и из нее преступников сделали, из мухи-дрозофила. Ой, ладно, что-то я отвлекся. Итак, эффективная гибелизация вмешательства в гену, еще будем проходить генную память, вот, переделка из генома, из ген, это самое, из генотипа, фенотип, все, из знакомого слова, а вы знаете, что это все проходит в средней школе, в один запасе? А толку? Дети же не понимают, зачем эти слова, фенотип, генотип, им долбливает, не понимают смысла. Идем дальше. Значит, вот на этой фотографии мы остановили, друзья, а я сейчас попробую поверить. Идет ли запись? Запись вроде идет. Итак, перед вами не вмешательство в геном, это просто отбор более морозостойких почек. Подождал, получил, отобрал, а значит, что ты старше согласно зима уничтожила не все дерево, а не полноценные ветки, не полноценных почек. Ну чего уже, ну чего надо-то, они, чего уже проще-то не бывает. Ладно, поехали, идем дальше. Еще раз, набор фотографий без тем. Вот. Эта фотография под названием, значит, Маньчужский абрикос, это мой тот самый патриарх, сделана она была примерно в 2008 году. А сейчас я точно скажу. Давайте-ка я посмотрю. Вот эта фотография сделана в 2007 году, значит, 17 лет назад. Вот. И она была у Карадина. Вот. В Красноярске некая фирма Флора, почти, сейчас она жива, нет. Под вид, используя эту фотографию, продавала маньчужские абрикосы по 300 рублей, еще какая-то фирма, по 800 рублей. Причем и так, и так, так как у них фотографии скромные плоды, да, железовские, фотографии линейка-то моя, значит, попробуй собрай. И вот получается, что врать-то они все равно собрали. Плевать, что на них моя фирменная линейка. Вот. И, естественно, что раз они, пусть скромные, но если бы человек вырастил саженцы, именно из-за этого самого, и саженцы, которые дали бы такие плоды, весь Красноярск был бы заполнен маньчужским выпрыгом. Соги, компоты, варенье, пусть скромные, пусть с кислинкой. Но фирма, которую откуда привезли? Правильно. С Молдавии. Использовали мою фотографию, люди покупали. Вот. По 300 и по 800 рублей. И чем кончилось? Сейчас, наверное, как в Красноярске нет ни одного. Где Молдавия, где Красноярск? Идем дальше. Это я прокомментировал. Да. Ее использовали десятки этих интернет-магазинов. Десятки якобы плодопитомников. Я сказал, якобы. Не плодопитомников, а якобы плодопитомников. Вот. Постарайтесь с ними разобраться, как. Они, если они продают десятки, сотни, тысяч шаренцев, они раскручены. И у них есть свои сайты. А на сайтах у них есть даже эти фотографии, якобы выращенные у них саренцев. И вот они покажут саренца. Их тысячи, тысячи, тысячи. Ровная рядочка. Все. Сада нет взрослого. Ни одной фотографии взрослого сада. Фотографии с интернета. Часть из них моих. А сада нет. Вот спрашивайте у них. Где ваш сад? А потом покупайте, потому что все равно, что вам... Вот это были молдаване продавали. А другие продавали из Сербии. А еще продавали из Италии, из Испании, из Голландии. В лучшем случае Молдавии, Украина. В лучшем случае. Да нет, Украина уже... Сейчас можете не бояться. Украина уже пока не доступна. Вот это вот и есть. А фотография-то моя. Это крупный план. Это же линейка. Я не смотрел, сколько эту фотографию присвоили. Но вот эту присвоили добрая полсотни от плодопитомников. То есть у них нет своих садов. Особая фотография. Он, значит, вон, видели мой дом. Он еще тогда не был саттингом обделан. Это он и сейчас как был мой. Так это и так моя позиция. Как это называется? Представительство. То есть замка не построил. Все деньги раздал сиротам, больным, умирающим. Заметьте, умирающим. Вот так. И остался вот я с этим домиком. Из досок я пил. Но это на дальнем плане. То есть он и сейчас, пусть на 40 лет, так только саттингом обшит. Для приличия. Вот. А на переднем плане это территория соседки. Тогда она была жива. Вот. Передать ей привет не могу. Она уже на том свете. Вот. А в то время мне разрешалось хозяйничать на их территории. Потому что у них сатт никак не получался. И я тогда взял, привил на это, на сибирскую яблоню. На сибирскую ягодную яблоню сибирку. Сибирская ягодная яблоня сибирская. Я только длинную. Привил на них жигуревскую. И получилось 10 веток. 9-9-9. Я на эти 9 веток привил 9 сортов. Тогда это было. У меня такого ни одного нет. И сейчас ни одного из них нет. Сейчас объясню почему. Я запомнил только вот этот вот. Самая правая вот такая. Ветка свисает. Сейчас скажу. Анисалы. Вот они. Анисалы. Мне так понравилось. Такие яблочки вкусные. А дальше я расслабился. Дело в том, что это было давно. Тоже, скорее всего, 2007 год. Сейчас проверим. Вот оно. Ага. 6 августа 2007 год. Это был страшный момент. В 2005 году у меня сарглезнад. И сами знаете, мне было не до этого. Пусть мои библиографы когда-то не появятся, знают. Что после того, когда мне сарглезнад в 2005 году. Промышленный. Вот. С десятками тонн яблок. Ну, еще не сотнями. Ну, с десятками тонн. И тогда я устроился в два детских садика. И каждый мне платил полставки. 3000 рублей и 3000 рублей. Вот. Ну, сами знаете. Ну, не до этого мне было. Ну, не до этого. Я мог только по выходным-то и появляться вот в этом даче, в своем участке. Вот. И вот, когда я 9, все 9 сортов. То есть, основа, ну, этот самый, сибирка, ягодная, на ней была привита жигулевская. А жигулевская, это мощное дерево. Оно само по своей генетике, мощное дерево. И я привил на ней 9 сортов. Вот. Я запомнил только один сортов. А не саур. Который самый справый. И все. Почему? Это не нормально. Это неестественно. Да, я такой крутой. У меня 9 сортов. Посмотрите, красота какая. Я испытал 9 сортов. А на следующий год она была мертвая. Ключа и подвое. То есть, жигулевская. Вот это у меня осталось только на парень. Но это и опыт. И когда мне это... Знаете, я был в Селебинске. Меня пригласил сам, можно сказать, величайший организатор науки и практики. Значит, Сергей Николай Георгиевич. Он организатор российских слетов. Или как там правильно назвать, сейчас скажу. Слетов. Не свято это были, а все российские, все союзы. Так, сейчас. Съезд с садоводом. Вот. Он такой крутой был мужик. И он обязательно хотел предать официоз. То есть, съезжали Украина, Белоруссия, Казахстан. Даже с Прибалки кто-то был. Да кто-то еще дальше. Дали в зарубежье. Вот. И он, чтобы был официоз, он отдать и пригласил министра какого-то. Ну, черепинского разлива. Не московского, а черепинского. И вот тот, значит, выступил с приветной речью. Ну, это официоз нужен, чтобы кому-то это серьезнейше. А меня позвали туда в качестве звезды. То есть, звали трех или четырех человек, самых крутых. Сказали, они будут наступать с докладами. Представляете, люди ехали за рубежа, такую даль, на свой счет. Сами понимаете. Вот. Послушать звезд. А со всех звезд приехал я один. Тогда я был звездой, да. И вот почему я говорю. И так выходит министр чего-то. Ну, может, сельского хозяйства. Челябинской области. Такого разлива. И говорит. Знаете, ну, ему надо что-то говорить-то. Приветственное слово. Знаете, я тоже с одного. Я тут привил на 40 сортов. У меня есть, и так гордо говорит, у меня есть дерево, сад. 40 сортов. Я слушаю его, думаю. Вред, не вред. А как проверить? И вроде мужик северный. Так и сейчас не знаю. И дети 40 сортов. Я попробовал привить на сибирскую яблоню. Я привил Жуглевскую. На него 9 сортов. Испытался. 9 попробовал. Кое-как они испытываются. Вот. На следующий год это было виртуа. Я сказал себе. Все. Хватит. Дуревается. Я бы мог сделать 9 привилок. Испытать каждый сорт отдельно. Это кажется так просто. В то время хотя бы мы обменивались сортами без обмана. Мы настоящие садоводы. А сейчас, пожалуйста, закажите. Получите. А что происходит? А? Дрова. Проходит время. Только в печку. Знаете, когда дерево даже вот такого роста попадает в печку. Ну, извините, но одну ночь могу даже дом обогреть. Уже не зря деньги выброшены. Ну, все понятно. Идем дальше. Язык на половину изоповский. А вот он, мой анисалый. Как я его жалею. А это... Да, кстати, я использую своих девочек. Они у меня играют роль в этой модели. Почему? Или просто модели. Вот. Почему? Потому что видно было, что вот она сидит на траве, да? Кричневейшая трава. Называется появится по игру. Потом оказалась она не для Сибири. Она 10 лет. Уже у меня покрыта этой травой. Это чудо. Эта сказка. Она настолько. Я потом покажу вам, когда подвернется. Фотография специально. Она дает такой густой мех непроницаемый для мороза. Если отказаться от дури, например, почву перекампывать. А именно заросить такой травой. Места, где много сырости, она бы прекрасна. А здесь она. Это же учебный фильм. Что я могу сказать? Она просто взяла и вымытла. А потом на следующий год пошла клочками. А большую часть освободивших площади, а те же сорняки захватили. И опять мучится. И все. И я постепенно от нее отказался. Только из-за, однако, раз на 10 лет преснежная зима, Новый год минус 40, и нету этого самого снега. Вот только всегда снег. Вы уже поняли. Где снег, используйте, появится. Прекрасная, прекрасивая. И главная защита от мороза. Одна из степеней защиты, это дёрн очень плотный, густой. Вот тогда корням ничего не грозит, и вы имеете прекрасный сад. Это одна из, единственная причина, почему сад будет, не будет. Густой дёрн. Ладно. Тогда договорили до конца. Раз это был уничтожен морозами, раз снова прошли садники, я уже просто косил эти садники, 3-4 покоса за лето, а если засуха, 4, то есть 3, а если с нормальными дождями, 4 покоса. Вот, вырастает, подокален, скосил, и так до зимы. Последнее, еще скажу. Вот, потом когда-то, но это уже не в этом году, потому что я буду постепенно, я делаю десятки, сотни фильмов. Вот, я должен уйти из этого мира, полностью отдав себя на науке, на настоящей науке. То, что сейчас вы смотрите по интернету, это не наука, это херня. Вот, и вы в этом будете убеждаться. Представляете, перекопать это всё. Уничтожить теплозащиту. И это нормально, это же приветствуется. Или предсвольно круги заставляет вас перекапывать, или вообще-всё перекапывать. Больше заняться нечем. И тогда получается, что несколько покосов, трава остается на месте, и пока всё, идём дальше. А вот эта линейка не моя. Есть у меня друг, Туршун Полудоскопилов, ещё будучи одним из руководителей института аграрных проблем, вот, города Абакан, институт аграрных проблем. Вот, он приезжал ко мне, отслеживал мой сад, как лучший сад вообще этой, минусинской котловине, то есть, минусинская, Бакан, фуфинская, это лучший сад. Он отслеживал. Ему было интересно всё. Ему было интересно даже вот этот вот самый, который я начал. И вот не только использовали, вроде, эти самые, мошенники эту фотографию. И он её использовал. Вот. То есть, это его линейка. Вот они, листья. Вот. То есть, это чисто научная, для книги научная фотография. А я говорю всем, что я, оказывается, пригодился. Так. Ну, опять моя линейка. И даже эту фотографию, это один из вариантов, один из клонов, абрикоса-академик. Он потерял нос, он округлился, он сослась. У вас линейки текут. Он стал, он как-то, ещё и цвет, не потерял, а изменил. Ну, здорово. Согласитесь? Ну, это небольшой, это грамм 80. Вот. Ну, и что вы думаете? Тоже украли. А плевать, что моя линейка. Кто там разбираться будет? Сколько они людей обдурили? Тысячи, 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 десятки, сотни тысяч. Человек думает, у него такие плоды будут. А вот сейчас, учитывая, какие дрова им сучат. А вот это вот горькое фотография. Она была сделана накануне, сейчас посмотрим, в каком году. У меня всё должно быть чёткое, всё должно быть запас, как говорится, для протокола. В 2007 году. Вот. Значит, вот это дерево называется канцелярский пипинчик. Плоды пипин, ну, вылитый пипин. Пипин всегда имеет своеобразную форму, вы, наверное, в курсе, да? Вот такой же не круглый, а вытянутый немножко. Вот. Скажем так. И вот это дерево я в 2007 сфотографировал, а Курдемок у меня поехал примерно в 10-м. Вот. А он любитель, кроме всего прочего, ранетки полукультурных. Можете назвать этот пипин ранеткой, может, полукультурные. Скажите, какой урожай у него был? Тысяча ветер. Это не шутки. Можно вам покажется, что это вам снится? Это дерево, и всё два дерева было не моими руками посадлено. Откуда это? И пипинчиком я не занимался. Где-то достал в то время ещё не так сейчас обманули, как сегодня. Сейчас купите тысячу санусов и всё, тысячу вверх. Вы даже не узнаете, что за сорт. Вы даже знаете, что вас обманули. Просто умер ещё. И вот тогда Курдемок сказал, я обожаю, я преклоняюсь перед этими одетками и полукультурками. У нас в Канцедарском крае яблоки имеют вкус уже картофеля. То есть сказал с предвидием. Я говорю о 2010 году, примерно плюс-минус один год, вот, то я его говорю, ну, мы идём к соседям. Я не удивил, это же не моё направление, я привык, а тут о, милость, пойдём к соседям угостимся. Мы приходим к соседям, там, пень, а они к тому времени вырастили несколько десятков моих яблок, моими руками. Вот точно та же, примерно, как вот это самое, вот точно та же, как, а точно та же, точно так же, как садя, это на их же территории, да, соседям, сразу за забором. Вот. И тогда я их столько наперевал, столько насадил, сад был один из лучших, сразу встал, а он без ухода же рос, только косили. Вот. И вот этот сад сразу автоматом, через 10 лет стал одним из лучших после посадки. Вообще себе сразу автоматом, ещё раз говорю. И тогда случилась страшная вещь. Когда они, а я потом покажу, 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 когда соседи мои увидели, что висят вот такие яблоки мои, вот такие вот, самые крупные были апорты, жигулевские, и, знаете, суслепские и так далее. И вот тогда они спилили её. Это был ужас, страх. Знаете, что было потом? Как их, я говорю, серьёзно, как их наказал Бог? Сказать, пришла две страшные беды в один сад. Ради этого, что я сейчас скажу, пару минут, ради этого надо было сделать этот фильм и вообще всю серию, только ради этого. Итак, Касаванова Алексеевна, у меня избирательная память, я не помню почти ни одной фамилии моих друзей, но и не помню, а здесь запомнил я всю жизнь. Уже прошло 10 лет, прекраснейший сад, он приехал и начал отпиливать нижние скелетные ветки. Пилил, 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 пилил мне. Я проводил семинар, а он на наших глазах с той стороны становился на эту, на лестницу и пилил, прорежал, прорежал, прорежал. Вот, я не мог ничего сделать. Вот. И вот, когда оказалось, что он их улучшал, у него погибли все яблони. Есть 40 штук, они все погибли. А это двумя-тремя годами раньше было просто спирено как лишнее. Ну, что-то она, у него рыжевские вот такие росли, вот такие вот, вот такие вот, вот такие вот. Вот это горькая правда, клянусь Богом, я не привелись ни о чем. Это дерево было просто спирено как ненужное. На хрен было. А все крупноплодные, искалеченные погибли у него. И то, что я показывал фотографии, снимал фильмы, вот, и все это позади. А боль-то осталась, понимаете? Страшная случилась беда. У этого одна, а вторая беда была. Все, что еще уцелело, вот, было уничтожено. Вторая половина из конечных деревьев сразу начали умирать, когда пришла эпидемия. Эпидемия, биологическая эпидемия, бактериальные, ну, привыкли к слову рак. На самом деле не рак. Просто это как бы, ну, такое, летущее слово. Рак. Бактериальная болезнь. Повезли ее со средней азии вместе с саженцами. Погибли по округе сотни тысяч деревьев, практически одномоментно. Никто ухом не палил, потому что вся эта проблема, вся эта, то, что себе осталось без прекраснейших сотен тысяч плодосящих яблок. ни ухом, ни рылом, никому нахрен не надо. Я сразу говорю, у кого медный щит, у того медный лоб. Помните Остапа Бен? Ой, нет, в данном случае уже я беру круче. Вспомним, хожу на середину. У кого медный щит, у того медный лоб. Обида страшная. Уничтожить то, что не берет. Ранецкий-то не взяла же это. Только Ранецкий-то и остались. Эпидемия не взяла Ранецкий. Он пил по всей Минусинской котловине. Абакан, Сайоногорск, Шушинская. Минусинск. Звенели пилы. И это же самое. Еще это тоже 2007 год. Еще была целая Ранецка. Это был целый класс Ранецк. Я не знаю, как это получилось, где они доставали. Практически в каждом дворе вот эти вот, вот эти вот. Это потом мы уже современники вот это вот, вот это вот. Уже мы современники выращивали, размножали, продавали саженцы. А до нас было только вот это вот, вот это вот, вот это вот. И сколько их было. Я ходил, я любовался. Их было настолько много, урожая по 20-30 ведер. Они никому не мешали. Но дело в том, что они были уже старые, они были измельчавшие. Но что привиты непонятно. Были вообще привиты непонятно. Где в каких питомниках доставали непонятно. Но ранетки были, сейчас бы им так радоваться бы. Но они были уничтожены как класс старостью. Старостью, понимаете, даже не болезнью. Их не брала эта бактериальная болезнь. Знаете, я устал. Я всегда вкладываю душу, я сжигаю себя вот этими рассказами. А кстати, этот, опять же этот, анисалы. просто ветка рухнула. Вот я это снял. Она полностью созрела и ветка рухнула. Это тоже он же, только вам кажется, что это может пальцы другое. Ну, красиво снял. и нету у меня анисалы. Нету, отстаньте от меня, нету. Дерево одно было, один год прессуал, мне созгли сад мотоциклисты. И пока я работал в детских садиках, в двух по три тысячи зарабатывал, в это время я терял, терял, терял. Ой, я закончу сейчас. У меня сейчас давление скачет. Все, я на этом прекращаю, ребята. сколько вот сейчас записалось, столько записалось. Все, благодарю за внимание. Вяческом Продолжение следует...